Продолжение следует... 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 Если бы ты знала и меня знала, что я, как Бог, могу дать тебе их, то ты просила бы и получила бы воду живую. Водою называется благодать Святого Духа, потому что она очищает приемлющих ее и сообщает им большое освежение. Водою, не стоячую, какая бывает в ямах и колодезях, гнилая и испортившаяся, но живую, то есть бьющую ключом, вскакивающую, быстро текущую. Ибо благодать Духа делает душу всегда подвижную к добру, всегда полагающую восхождение. Псалом 8, 3, 6 стих. Такую воду живую и всегда подвижную пил Павел, забывающий заднее и стремящийся к переднему. Мередину. В послании филиппистам, в этом главе, как говорится. Женщина говорит ему, Господи, видишь ли, как скоро она отстала от низкого мнения и воздает ему большую честь, называя Господа. Однако же она не постигла глубины речей Христова, но в ином смысле говорит о воде. Он в ином, но в ином смысле говорит о воде Он. В ином смысле понимает она. То есть он о благодати, она пока о простой воде. И дальше она говорит, что неужели ты больше отца нашего Иакова. А Господь говорит, что вот я дам тебе воду живую и она будет жить. Сереж, давай читай, а хватит нам комментировать. Толкование, это не комментарий, я просто не читаю слова, которые Игнать Тихонович мне говорит, не повторяет. А толкование, нужно знать на какие слова. Иакова считает отцом своим и себе причисляет к иудейскому благородству. Когда женщина сказала, неужели ты больше отца нашего, то Господь, хотя не говорит прямо, что я подлинно больше, дабы не представив еще доказательства своей силы, не показаться тщеславным, но приготовляет к этому своими словами. Кто пьет воду сию, тот опять вас жаждет, а кто пьет мою воду, тот не будет жаждой. То есть, если ты удивляешься Иакову, который дал воду сию, то тем более должна удивляться мне, с большой буквы, мне, который дает воду гораздо лучшую. Ибо вода, которую я даю, делается источником воды, постоянно и непрерывно умножающейся. Ибо святые не то только и сохраняют до конца, что получают от Бога, но через благодать они принимают семена и начатки добра, а сами приумножают их и возвращают. На сие указывает Господь притчу о талантах, Матфея 25, 14, 31, и о содержателе гостиницы, Лука 10, 35. Получивший два таланта, через оборот, в дело приобрел другие два. И содержателю гостиницы, принявшему избранного разбудником, Господь обещает, если что и сдержишь из своего, я отдам тебе, Лука 10, 35. На это и здесь указывает Господь, я даю жаждущему воду, но вода, которую я даю, не останется в той же мере, а умножается и делается источником. Так, в оглашениях Анании Господь дал Павлу немного воды, в Деянии 9, 17. Но эту воду, малую воду учения Ананина Павел показал источникам, так что потоки этого источника от Иерусалима достигли до Иллирики. Она кажется понятливее Никодима. Тот, выслушав много подобного, говорил. Как это может быть? Иван говорит Анна 3, 9. Она начинает уже пренебрегать и источником Акова. Если, говорит, ты имеешь такую воду, то дай мне, я не стану уже ходить сюда черпать. Видишь ли, как она Господа ставит уже выше Иакова. И дальше вот толкование на слова «Вы знаете, чем уклоняйтесь», а мы не знаем, чем уклоняйтесь. Она, чтобы скорее скрыть, вместе получить, говорит. «Я не имею мужа». О мужах он и тайно скрывает. Теперь-то Господь через пороческое видение открывает свою силу. Почисляет прежних в ее мужей и обнаруживает то, которого она теперь скрывает. Не пришла ли она в досаду, выслушавши это? Не оставила ли его и не убежала ли? Нет. Она еще больше удивилась, еще более укрепилась и говорит. «Господи, вижу, что ты пророк». И спрашивает его о предметах божественных, а не о житейских. Например, о здоровье тела или обмуществе. Так целомудро и благорасположено к добродетели душа ее. О чем же спрашивает? Отцы наши поклонялись на этой горе. Говорит это об Аврааме и его преемниках. «Ибо здесь, говорят, Исаак принесен им на жертву». Как же вы говорите, что должно поклоняться в Арусалиме? Видишь ли, как она стала выше. Незадолго перед этим она заботилась о том, чтобы не мучиться жаждой. А теперь спрашивает об учении, догматах. Посему и Христос, видя ее понятливость, хотя и не разрешает сегодня неудоумение ее, ибо оно не имело особенной важности, но открывает другую, более важную истину, которую он не открывал ни Никодиму, ни Нафанаилу. Наступает, говорит, время, когда Богу будут поклоняться ни в Иерусалиме, ни здесь. Ты, говорит, стараешься доказать, что обычаи самарянские достойнее обычаев иудейских. А я тебе говорю, что ни те, ни другие не имеют достоинства, но наступит другой, некоторый порядок, который лучше обоих сих. Но и при этом я объявляю, что иудеи достойнее самарян. Вы, говорит, кланяетесь тому, чего не знаете, а мы, иудеи, кланяемся тому, что знаем. Себя самого причисляет к иудеям, потому что он говорит применительно к понятию женщины, а она разумела его как пророка иудейского. Посему-то он и говорит, мы кланяемся, иудеи. Как же самаряне не знали, чему они кланялись? Они думали, что Бог ограничивается местом. Посему, когда и львы их пожирали, так выше было сказано, что через послов донесли царю Ассириан, что Бог места сего не терпит их. Однако же и после того они долго продолжали служить идолам, а не самому Богу. А иудеи были свободны от такого понятия, и хотя не все признавали его Богом всех. Ибо спасение от иудеев. Слова сии подают нам двоякую мысль. Или ту, что благо для вселенной произошли от иудеев, ибо знание Бога и отвержение идолов от них имеет начало. И все прочие учения, догматы, и сей самый род вашего поклонения самарянского, хотя неправильный, получил начало от иудеев же. И он спасением называет свое пришествие, которое было от иудеев. Можно под спасением разуметь и самого Господа, который по плоти был от иудеев. Дальше толкование на то, что мы должны поклоняться в духе истине. Хотя мы, иудеи, в образе поклонения преимуществуем перед вами, самарянами, но и образ иудейского служения напоследок окончится. И перемена произойдет не вместе только, но и в способе служения. И перемена сия очень близка и настала уже, ибо эти предметы не будут иметь значения во все времена, как имеют изречения пророков. Истинными поклонниками называет тех, которые живут по его закону, которые не ограничивают Бога местом, как самаряне, Бога местом, как самаряне, или не чтут его служением телесным, как иудеи, но кланяются в духе и истине, то есть душою, чистотой ума. Так как Бог есть дух, то есть бестелесен, то и поклоняться ему должно бестелесно, то есть душою. Это означается словом в духе. Ибо душа есть дух и существо бестелесное. А как многие, по-видимому, поклоняются ему душою, то не имеют об нем истинного понятия, например, еретики, посему присовокупил и в истине. Ибо должно поклоняться Богу умом, но также должно иметь и понятие об нем истинное. Так как самаряне ограничивали Бога местом, и говорили, что на этом месте должно поклоняться, а у иудея все совершалось в образах и тенях, то против отличия самарян употребляет слово в духе, так что речь имеет такой смысл. Вы, самаряне, совершаете служение Богу какое-то местное, а истинные поклонники будут совершать не местное, они будут служить в духе, то есть умом и душою. Не будут поклоняться под образом и тенью, как иудеи, но в истине, так как обычаи и обряды иудейские будут отменены, так как закон иудейский, понимаемый буквально, был образом и тенью, то может быть слово в духе употреблено для отличия от буквы, ибо в нас действует уже закон не буквы, а духа, ибо буква убивает, а закон животворит. 2 Коринфянам 3.6 Для отличия от образа и тени употреблено слово в истине. Настанет, говорит, время, и настало уже именно время явления моего воплоти, когда истинные поклонники будут поклоняться ни в одном месте, как самаряне, но на всяком месте, духом, совершая поклонение, не телесно только, как и Павел говорит, которому Богу я служу в духе моем, римлянам 1.9, будут совершать служение, не образное, тенистое, указывающее собой на будущее, как иудеи, но служение истинное, не имеющее никаких теней, ибо таких поклонников ищет себе Бог, как дух духовных, как истина истинных. Спасибо, Христос, Господь. Благодарю. Дорогие братья и сестры, я всех благодарю за ваши святые молитвы. Моя поездка была благополучной. Как видите, я возвратился целым невидимым. Да, все было благословенно, все было хорошо. Я надеюсь, что мы теперь с коллегой как-то какие-то шаги поговорим с администрацией, чтобы улучшить диагностику и лечение больных этой категории, то есть больных в опухоле и центральной медной системе, головной мозг и черновой мозг. Спасибо, Христос, за ваши святые молитвы. Слава. А в детях? А в детях? Вот это самое главное, из всего, что здесь есть. Вы сами не видите, что что-то не так идет. Пиафан Затворник говорит, иной хватается, говорит, когда уже дом горит. А почему же ты раньше-то не смотрел? А вот сын не слушается. Нам кажется, ну не слушается, и Бог уже дал свободу, сразу найдут что сказать. Толерантность наша. И даже в дома вошла это. Почему виновная инвестиция вдруг появилась? То, что несовершеннолетние, играют теперь, Павлика и Морозовны сделали. Смогут родители предавать, позвонить, и родители обоих арестуют, и срок дадут. И это была семья Козловых, которая уехала в Америку. Дочь пришла, отрезала косу, накрасилась. И мать ее чем-то дернула, чтобы под рукой было. Ничего больше не было. Отца даже дома не было. Суд. Она пошла и позвонила. А меня мама бьет. Мгновенная комиссия. Америка, просвещенная страна. А мы знаем. Масонская дыра, где готовится антихрист. Арестовали обоих. Допрос. Фотографии показывают. Кажется, у них семеро ребятишек. Последний ребенок чуть ли не две недели всего только. Никаких отняли. Причем тут? Ребенок совсем маленький. Фотографии гляжут, светлые просят. Значит, Людмила и Александр, помолитесь. Вот ребенок без надзора. Он совершенно собой не руководит. Ни языком, ни подступками. Все время приходится привязывать. Не надо. Успокойся. Сядь. Тобой отдельно заниматься надо. Сразу. Эти стабакерки. И что с ними? Теперь дети назад. Без родителей. Их рассовывают по разным где-то приютам. Они понимают, что это делать и не то уже. Смотрюсь. На глазах. Только посажу на скамейку, она уже уходим-ка львется. Она не знает куда. Но впереди ждет ее тоже, что мать. Выходит за уголовников, как правило. А дальше идет жизнь такая, несколько разводов и все. И у бабки такой, и у прабабки. А почему? Не заложено слово. Вы очищены через слово. И ничего нельзя сделать. Совершенно. Ни животные, ни птицы от нее не спрячутся. Она обновенно хватает, бежит и... Это пример. Вот он рядом. Держу кто-то около себя. Еще как-то может стоять. Ну, вы видите как. Она стоит с кем-то, если молится, она крутит вот эти шарики, привяжет. Зачем я это привязываете? На этот. Она крутится. В школе ничего не знают. Гиперактивно называют. Я скажу, недражды. Больше ничего нет. Укрепляй. Отойдите. И она у меня будет ходить, и все выполняет ее. Родители приезжали, я 45 лет в начале детства. Наверное, знают? Тысячи, нет. Два ребенка. Через месяц приезжают, родители вообще не узнают. Против меня уголовных дел сколько возникнут. И ни одно не кончилось ничем. Те, которые жалость, Господь всех подобрал. Никого уже нет. А суд краевой, это не просто так. Там должны быть факты. Свидетели. И все лопнуло, ничего нету. А родители по сей день благодарят. И они благодарят. Вышли замуж, нет того развода. В армии ни с одним дедовщиной нигде нету. А это ни два, ни три ребенка. Я перед Богом отвечаю за нее. Я сказал, не играть. Она даже на минуту не может. Дотолить этот дамбончик, да и все. Возьми ножницы вон. Дай ножницы сюда. Вон там. Пончики какие-то. Так, призови ее. Пусть отширет сама. Я не буду касаться. Не буду. Ты умей убрать. А убрать это очень важно. Я должен отклониться от этого. Что именно соблазняет? В одном из престарелых домов что-то не так там с родственниками. Крючок обыкновенный. Вот. На этом уровне где-то. Утром встали. Бабка повесилась. Она на коленке стоит. Там что-то свела из плотенца. Она не задушена. Сатана задушил. Исследовали. Ничего не было. Проходит неделя. Вторая повесилась. Третья. В соседней камеры этой палаты пришел человек повесился. Тринадцать человек повесилось. Тринадцать. На одном крючке. Ни один психиатр не может понять. Вырвали крючок. Все прекратилось на весь дом. И никогда до этого не было. То есть сатана к чему-то привязан к предмету. А где ты был? Спрашивает. Медная дощечка. На которой наколдовали. Нашептали под крючок. Кто первый из дома выйдет. Как у ее впаять. Тот получит. И первый выскочил. Сын не благословился. Сатана сразу вошел. Он упал. А теперь идите в психиатрию. Решайте. Шаг. Из дома. Сначала три поклона гейкуна. Родителям. Как? Тятям, папам, мамам. Благословите. И тогда иди. Слушай, тебя касается. Тебя ждут великие испытания. Как Шарикова. Великие перемены. Этого не будет, чтобы с собой возились. Даже взять бойз. Она в любой колодец тяганет. И не поймаешь даже. Маленькая была. Сзади пояс сделали. Веревочка, чтобы не разбежал. Только так. На этом расстоянии. На улицу. Под ворота. Так он с собачонкой вылезет. Я сказал. Который с ней ходит. Деда. Будь здесь с ней. Прекрасный человек. Сдал. Ну, у кого она вот. Надежда Александра знает. У него этого не было. Что она делает? Я говорю о детях. Если мы не понимаем этого. Значит, и все остальное уже дальше идет. Я сказал, что кто-то подошел и сделал это дело. Там никого нет. Кому она поручена? Кому она поручена? Кому она поручена? Я Дежды Васильевна. Все, видишь как? Я Дежды Васильевна здесь. Иди сюда. Зайди сюда, Веленькая. Я отрежь. Садись сюда. Мне нужно ее переодеть. Сейчас я ее собираю. Не надо сейчас переодевать. Я говорю, успокойся. Не надо. Ну, пройди сюда. Приели сейчас. Скажи, трудное что-то или что-то. Прямо переморщится все. Люди со стороны не бьют. Издеваются на стороне. Аж какое издевательство. Шарики эти убери с нее. Они не нужны. Они не греют, не застегивают. Ничего нет. А это все даром. Они сами делали. Это все подаленное. Но она привязана к шарикам. Все. И ничего не отнета. Это не элемент одежды какой. Это не погоны военного. Знаете, как сразу все корежит. Притом она ничего, кроме добра, с бабой не видел. Мне отдают понедельно, она мне тут дежурит. Сиди спокойно с ней рядом. Молись. Помолитесь. Знаете, как звать. Ни в церкви, нигде покоя нет. Руки возьми, конечно. Так, сейчас успокой. Успокойся сейчас. То есть, у них никакой субординации нет. У них родители ничего не знают. Почему? К матери берут там одни матерки. А здесь приходят молиться. И вот здесь какая сторона больше переломит. Все на глазах тут. Ничего не трогают. Они не принадлежат ей. Я говорю о детях. Вы маленько наблюдайте. Вот я сейчас спрошу. Я не буду спрашивать какие-то там отношения с кем-то. Конкретно. В храм приходите. И когда поют верою и отче наш из детей. Кто не поет? Поднимите руку. Все. Я? Не все. Кто не пел сегодня? Сегодня конкретно. Когда поется верою во единого Бога Отца. И молитва отче наш. Кто не пел? Все. Ну я же стоял рядом, видел все. Почему не поднимайте руку? Поднимите руку, прошу. Плечами пожимает, а руку не поднимет. Я говорю, кто не пел? Покажи. Руку поднимите выше головы. Попроси, чтобы подняла руку. Вот сидит впереди тебя. А что ты там брак делаешь? Ну не пел. Ну поднимись, как бы руку не видать. И никакой нету. Что ты там спрятался-то? Да вот сюда заходи садись. Мы же не вас не пьем, ничего спрашиваем конкретно. Подвинься, Илья Ставин. Это наше общество. Что там за бенгарями? Куда-сюда сновать? Не выходи никогда. Где Фросия и ИНАФа? ИНАФа поехала на фабрику отрабатывать, а у Фросии пробник. И Фросия тоже. Слишком нехорошие сведения о вас идут. Я сегодня говорил об этом. Вы за собаку не кормлено, не поено. Не надо ничего говорить. Вам говорят люди, которые вас любят. Вы слишком дороги нам, чтобы просто так попуститься вами. Я захочу козловы. И что дали? Семь лет. Семь лет. А они, баптисты, собирались. Из баптистов, они с Украины. Собирались. Молились, а там все, ничего не помогло. А теперь, после семи лет, рюкзак за спину и до свидания. Решай, где будет тебе. Там ничего, чтобы не писали нигде-то. Там книги лежат назначенные очень далеко, чтобы не попачкали. Понимаете, вот эта животная привязанность к детям. Как это может быть? Один ребенок вырос, где он? Нету в мир. Ну ты же родила, ты же его носила под сердцем. Где ребенок, тот первый у тебя в миру? Да в самом плохом варианте в миру. Нормальной жизни-то нету. Второй ребенок где? Там же, третий где? А под разными предлогами. То заболел, то что-то. Ну и что, что заболел? Как его, на руках нести надо? Первые христиане не так. Когда сказали, что будут сжигать храм, где был Анфимий Камедийский, идут воины, и уже молва пронеслась. Сжигать сегодня будут. И вдруг распахнутая дверь. Искакивает женщина с ребенком. Дверь не закрыла. Претерианец говорит поймать. Остановили. Куда бежишь? В храм. А ты знаешь, что сегодня там будет? Да знаешь, сжигать будут все, кто верит. Да знаешь. А ребенка зачем тащишь на руках? Я хочу, чтобы он со мной был. Не микроб попал какой-то, закачил ребенок. На смерть. И она сгорела. И церковь проставляет мученикам. И там не два человека было-то. Не два. В общей сложности 22 тысячи. И ни один не вышел. Оставили пример. Тысячи. Там же две общины было. Еще 10-ти тысячная потом. Да, еще отдельно с домной, когда сжигали, когда он сам с ними сгорел. Я пример говорю. Теперь. Сын не слушается. Ну, камон. Из дома все тащит. Что можно сделать? Ничего нельзя сделать. Власти ничего не могут сделать. Почему? Это задача. Развратить людей, приготовить присол антихристу. Здесь гляди дальше. Библия определенная говорит. Сын не слушается. Первое. Свидетельство родителей. Это ваше чадо. И они пишут заявление, или как, не знаю. Но придут со старейшим скажут. Сын наш растет. Мод. Деньги проматывает. И пьяница. Его выведут за город дальше. В наручниках или как, я не знаю. И первый, кто положит руку ему на голову, родители. Да побьют его камнями. Возврата не было. Апелляции не было. Никакие там суды президиума не решали. Он уже решен. Это повелел Бог и Его сделать. Его выводили и побивали. А потом показывали. Вот видите, камни вводили. Смотри, чтобы тебе не попасть сюда. Жестокий Бог теперь начинает. Бог злой. Бог жестокий. А вот за эти слова тоже отвечать надо будет. Я знаю, ты злой, жестокий господин. Жнешь, день не сеял. Собираешь, день не рассыпал. Итак, выброси во тьму внешнюю. Это кто говорит? Где плащ искрежет зубов. Это кто говорит? Бог, имя которому любовь. Вы мирскими этими запахами не пропитывайтесь этим зловонием. Старайся угодить Богу. И только одно, Господи, как мне с тобой бы быть вечно? А Господь говорит, первое запах – любовь. А мир играет. И любовь – это значит потворствование. Вот эта толерантность. Все разрешается. А Бог говорит, нет, любите меня, соблюдите мои запахи. Докажите. Другого доказательства нет. Ты хочешь знать, какой Бог щедрый? Ну, учись ты первый, щедрый будь. Плати десятиле, Бог говорит, открою. Небо для тебя просыплю, для тебя благодеяние. У тебя в хозяйстве везде все будет больше. Как в Исаакове. Сто раз больше. Одна пшенищинка сто принесла. Сегодня ни один не соберет. Если он собрал десять, а то двадцать, а то вообще запредельно. Почему Бог? Вот ребенок, почему он оставил, что дальше все кончилось. Это на время только. Он никуда не ушел. Кто-то руководит. Я не добавляю ничего здесь. Никакого не стыдить, ничего. Это трагедия. Это огромная беда. Кто не пел сегодня веру и... Вот че наш. Поднимите руку. Вот так, маленько. Ну, че вы боитесь-то? Теперь слушайте. Его никогда не пели. А кто его вел, чтобы пели? До этого не пели, а вдруг запели. Кому заслуга принадлежит? Кто первый показал нам здесь, в России? Притом в коммунистическом режиме. Никогда не подумаешь. Господин Симанский. А для нас он святейший, как называют патриарх, Алексей Первый. А фамилия Симанская. Это он вел. Так за него поклонщик надо положить. А не проклинать сергианца. Он вел, чтобы веру и пели все. Вижу, вот Нестор стоит, поет, губами шевелит. Впереди сзади стоят девочки, не одна. Которая в хору, та поет. А остальные нет. Вообще не реагирует никак. Ни на веру и ни на это. Я скажу, что внутри сейчас у них делается. А раз такое дело, я ходить не буду. То есть у них раз заготовку сатана в карман заложил. Они ее уже отшлифовали до блеска. А кому ты сделаешь плохо? Дальше это твоя жизнь пойдет. И родителей рядом не будет. Как ты будешь желать вернуть это время? Когда еще можно, еще недалеко ушел. Все время отрешенные, стоят, что пальцами шевелят. Такие слова Евангелия, такое пение. Совершенно безразличный ребенок стоит. Батюшка мне говорит, а ты видишь? Я говорю, вижу. Что делать? У меня никаких шансов нет. У нас тут был один глухонемой. И он пьет. А я знаком с его матерью. Ее внуки здесь. И она меня спрашивает, почему никаких мер не принимаете? Я говорю, ты мне научи меры, какие принять. Ну вы же староста там. Да, староста. Я смотрю здесь, как заходят люди. Претензий никаких нет. Единственное, что говорим, что мы зашли. Тишина была. Я свою роль выполняю. С ним что я могу сделать? Раньше было ЛДП. Которые пьют отдельно. Их арестовали, и там сидели. И работали. Сейчас и этого нет. Но самое грозное слово в апостоле Павла Коринфянам пишет. Пьяницы Царствие Божие не наследуют. Ты пойми сейчас, какой в понтан слез ты бы излил. Не наследуют. И стоящие слева услышат. Отойдите, это меня проклятые. Я не знал вас никогда. Даже если чудеса будет делать, протрезался, а дальше опять все. Не знал никогда вас. Мы это не знаем. Даже сейчас бы кто-то арестовал. Вот зашли, как бывает там. Беслан захватывают. И теперь выпускают только по таким признакам каким-то. Если ты молился и не пел, ты должен умереть. Ой, так почему же я не пел-то? Да как же я не проставил Бога, когда мое вероисповедание здесь, цветы составили, вселенские соборы, положили такие труды, чтобы верою дать нам. Ты стоял, не хотел губами пошевелить. А за столом шевелил. Повторяю, я ничего не выдумываю, как Андрей Кураев говорит. Игнатий просто приподнял эти пласты, которые мы оставили, забыли. И другой возможности, это не будет никакой, ребята. Ты маленько там не досмотрел. То есть воображения нет. Мы когда собаку там держали, летом приезжали, сколько раз говорил, вот эту убери, иначе она подскочит. Через это перевалится, через стол-то, который с той стороны-то не вплотную-то. А дальше-то она повестит. Повлияло? Нет, повесилась собака дома уже. Ну, шепелинки на какой-то или что-то. Повесили. Вторая, вторая не кормлена. На один день. Отъехать не как-то нельзя. Мы не самостоятельные, не любящие скотину. А написано, праведник милует скоты. А не счастливый, жестокосерден. Вы характеристику себе уже пишете. У меня кошка ударилась, и ваша мама уже больная, приходила, уколы вставила, насущила, оставила лекарства. Царство небесное. Бог представляет нам многократно возможности быть в заповедях его. Я говорю о детях. Повторяю, в Потеряевке только одна мать, которая ко мне приходит и говорит о детях своих. И мы вместе с ней поплачем. Одна. Вот я тут. И она рассказывает подробно-подробно. Не наиспло. Я мог бы сказать. Они знают, где здесь дети. Знают. Да будет она благословена у Бога. Только сама бы не дала дурного примера. Я неоднократно вам говорю. Мне выезжать из Потеряевки, отправляем машину с картошкой, и вдруг звонок. И человек говорит, поговорит с родителями. О чем говорить? Просит что-то. Нет. А вас? Поговорите с родителями, чтобы они оставались на занятии вот здесь вот. А так? Не судя о том, чего не знаешь. Что душа суровая у брата. И вот это осуждаешь. У него душа шмиг, как охвата. Вера Кушнир. Вот у нас так же. Он сказал где-то, да, что невознержность была. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что заботу проявил только один человек. Один из нашей общины. А результат? Результат такой. Уехал здесь, а он приходил. Потом звонили. Я сразу же бегом побежал к родителям и сказал, скорее позаботьтесь. Дети их здесь, у нас здесь. Результат? Да, результат есть. И награда вся припишется тому, кто озаботился. Он называется начаток Ахая. Все, что дальше сделает, другие будут звонить, а начаток от него идет. Это он затоуз говорит. Ты первый обратился, а что из тебя другие. Вот сколько бы здесь в него ни обратилось, в каждом ты заложен. И награда твоя увеличится в каждом из них. Ты начаток положил. Постарайтесь заложить. Вот девочка. Конкретно поработайте на ней. А как? У нее ласки полно. Потому что она бездерганно приходит сюда. Убежала баба куда-то в нее и оставила. А я сейчас рулетки там копошусь. С мусульманами другим. Она сзади. А она не может. Бегать нельзя. Она мне на шее прям буквально садится. Сзади обнимет. Здесь поцелует. Отец спрашивает. Это какая же девочка? Это как же так могут деда любить-то? Когда старики-то тоже. Ну кого там? Она не может еще. Матойка скажет. Сядь на кровать. Я разговариваю. Вот видишь. Вот она опять обнимает. Целуется. Так было? Нет? Она уже переехала. На другую сторону. Шарики еще. Шарики. Шарики за ролики еще заходят пока. Я с вами не разговариваю. Теперь слушайте внимательно. Я прошу себя мне помочь. Я показываю свое бестеррие. И мне не все подвластно. Когда 7 минут. Все заходят. Я прошу. И вы сами смотрите на часы. Хотя бы до 7 минут и 3. Помолчите. Заходите вовремя. В это время прекращайте недоговоренные. Чтобы не было. У нас. Меня все здесь слушаются. Кроме одного человека. И у меня всегда какие-то. Надо заходить. Все пошли. В это время кто-то заходит. Она к томуцу нос. Действительно ей нужно. Но уже отложить никак нельзя. Сейчас должна переговорить. В это время всем я в мире стою и говорю. Дальше нельзя. Никаких меня сметает просто. Я не могу. И так все жестокосердно. Да еще жестокосерднее. Я отступаюсь. Я отступаюсь. Все не знают. Все знают. Так я никого не называю. Что это такое-то? Есть такая пословица. Наверное, шапка горит. Я прошу этого не делать. Будьте внимательны. Если никого в храме за руки как-то беретесь, не беритесь, не хватайтесь. Погладить надо. Особенно люди, когда бывают жестокосердные, им надо любовь показать хоть на кошке, хоть на чем-то. Я не такой злой, как ты думаешь обо мне. Смотри, я муху глажу. То есть у них потребность быть добрыми. Это хорошо, конечно. Но впереди-то сколько было шансов на людях показать. Я о детях говорю. Мы все вас считаем детьми. Я прошу, старший, ты мужчина, возьми власть. Кафедра будет принадлежать тебе. Наведи порядок. Ни шагу, никуда. Уходят. Подолы подняли, дальше некуда. Мирские. Значит, на этой неделе мне предложили проехать, где учатся, то другое проверить. Я не поеду. Во-первых, еще старый, гнилой, пендый, глухой. Там еще нету. Закончите? Ну что? Можно? Я не знаю. Я по этому, по учебе. Мне звонил аккуратный нафр на неделе. Как-то давно я выходила на нее, спрашивала о том, как у нее дела. И она потеряла мой номер, потом где-то нашла и была рада дозвониться. И она прям просила, я почему сейчас это говорю, то есть это никакие там не секреты, ничего. Она просила, прям говорит, пусть ваша община на нее повлияют. Потому что я говорила, что у нас община, ей говорила, что у нас церковь община, что... Потому что у нее очень много долгов. Расстается она с долгами очень медленно, зарабатывает новые долги. Здесь она говорила, да, 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 она действительно что-то делает, но это мало. И говорит, ну, у всех долги. Ну, куратор сказала, Галина, она сказала, что долги долгов рознь. У одного один долг какой-то изделия или какой-то рисунок сдать надо, а у кого-то 25 долгов. И ее уже там и администрация, и НАФУ внесли в черный список в ее учебном заведении. И чем это все закончится, непонятно. Был две недели перерыв у них до практики. Нужно было, ну, как говорится, землю грызть и эти долги раздавать. Она очень мало продвинулась в этом. Сейчас, говорит, началась практика, дается 10 дежурств, которые нужно прийти на фабрику, закрепленную конкретно, отработать. После истечения этого срока ни дня никто ей там специально заниматься не будет. Вот нельзя пропустить ни одного денька вообще. Вот если какие-то долги можно сдать позже, то практика, это вот, ну, кто знает, это железно. Без этого не будет ни дальнейшей учебники. Да это производство, что ты рассказываешь. И она со второго же дня не явилась на занятия, на практику. Потому что у нее температура. То есть вот болезнь и долги. То есть чтобы Господь укрепил ее здоровье. Вот почему их сегодня нет, потому что есть сейчас этот куратор, она потом опять мне звонила, говорит, Еня, мне трубку не берет. Она договорилась, чтобы ее приняли в другой день. В эту смену пройти пропущенную. И она говорит, я до нее дозвониться не могу. Может быть, вы, я звоню, Еня, тут же берет трубку. То есть она преднамеренно куратору, трубку от куратора не брала и не перезванивала. И я говорю, ну ты выйдешь завтра на занятие, на эту практику или нет? Нет, послезавтра. Но я вот теперь не знаю, вот почему сегодня нет, потому что ей другие дни назначили с другой группой. Или как вот она сегодня туда и пошла. Видать, выздоровела она, да? Но она писала, что она выздоровела, значит. Поэтому я почему говорю, куратор просила помочь, повлиять. Мы как можем повлиять? Она все это знает. И ей 19-й год, все, поздно уже. Ничего не делаем. Молиться будем. Бесполит. Молиться будем, но много молиться. А что, молиться будем. Последие ее будущей жизни, интересно-то. Один момент, и жития святых. Потому что ей куратору выйти не на кого, и поросить, кроме нас. Мы говорим святые. А вот у святых описывается их детство. Зачем? Я специально, вот она же симфония, она жития святых составила даже. У нас ребенок завален игрушками. А у святых нередко, прямо в биографии, прямо так и написано. Можно открыть дети, воспитание. Он устранялся детских игр. Это если бы один где-то. Почему? А вот ребенок, когда она выйдет, в ней велосипед. Она не катается даже на велосипеде. Деда ее любит. Она вот в качеле ест, она на качеле может болтаться, как что-то в проруби. И хоть целый день крепко. А почему? А я пример ставлю еврейских ребятишек. Ни один еврейский ребенок, ни один, при том не здесь стоят, а во всем мире, ни один. Летом не болтаются. К бабушке он съездил, баба благословила его. И вы знаете ли на ухо, что говорят? А я знаю, у меня еврей обратился здесь и стал священником православным. Еврей, чистопородный, не метист. Наум Израилевич. И теперь православный священник. И что говорят? И полтора, два часа, больше трех часов у меня не было дома. А вы помните, у нас была здесь одна, Фаина Соломоновна. И она говорит, данные минимум две тысячи лет. Как от Валан говорит, более-менее приличный срок должен быть, чтобы знать это. Ни одного неграмотного еврея не было. И они за лето ребенок столько узнают. Что вы ребенку говорите? Она как будто качается, она ничего больше не хочет знать. Ни книжки не будет читать. Что ты ему будешь говорить ребенку? Ничего. Какая, о деле? Все, она выходит и прямо на асфальт и садится на этот счет. Из-за чего она села сегодня? Ой, девочки рядом, ты же видишь, почему не говоришь? Она не понимает, может на спину лечь, валяется, как котенок. Она не слушается, Игнать Тихович, она никого не слушает. Ей скажешь, вставай, она смотрит в глаза, прямо в глаза взрослому человеку и не реагирует. Не реагирует. Я говорю, смотри, внимательно наблюдай. Голод один идет к козику, напиться. Но он остановился и, значит, где-то опасность. Она не может, она дергается. Теперь где-то или кошка, или кошер. Она голову поворачивает. Это не может сидеть, посмотреть. Ну полюбуйся, позднее, как в человеке, нет этого осторожности. Самый неосторожный переходит дорогу человек. Самый осторожный, гусь. Попутно все это говорю. А оказывается, в кошках крадется где-то. Она увидела, к тазику подойти нельзя. Голубь отошел, кошка разоблаченная попила и отошла. Ты наблюдай, она не может. Ты хоть научись наблюдать за птицей. Она как из дома выходит, а у меня вокруг голубя, кошки. Все разлетается, нигде не ходит. В чистом пространстве. Она как вихрь пронеслась. И это ни день, ни два. Я вот о чем вам говорю, вы просто до себя это возьмите. А они у вас рядом такие. А ты скажи, детка, тебе надеяться не на кого. Ваня, тебе надеяться не на кого. Дорогой Нестор, тебе не на кого надеяться. Игра эта кончится. Получится пьяница бомж. Аминь. Я делаю печь. Ребятишки стоят. Я 40 лет печь делал. Сосед зашел, пищу надо. А ты кем думаешь быть, Миша? Я космонавтом. Он говорит, нет, ты будешь грузчиком и пьяницей, как папка твой. Девчонка рядом стоит. А я артисткой буду. Нет, ты будешь... Вот и все. Понятно. Понятно? Я набираюсь из практики где-то. Кем ты будешь? А ты говори, стенок, надеяться нам не на кого. Мы должны это перемочь. Ты должен так учиться. Я грешный человек. Я говорю, ты не каешься. Каюсь, признаю. Я не считаю много лишнего. Вчера я закончил, я Астафиум, Кликтором Петровичем занялся. Занов просмотрел, который в видео о нем снят. И снимает режиссер, который у нас снимал. Кузнецов Владимир Сергеевич. Это особенно дорого. Ну, знаете, герой социалистического труда. Такой писатель красноярский. Я заново прочитал «Царь рыбу». Там премия государственная за одну эту книгу только была. И книга-то небольшая. Я советую посмотреть вам. Там есть люди, которые с детства сами, привычные, работали так, что за них держались те. Он уже работает. И вдруг новый начальник пришел. Нази мы всех распускают. Только вот четыре человека остаются. Остальные куда хотите. А ему больше деваться некуда. Я тоже хочу. А к чему ты можешь? Что ты можешь делать-то? Но ему лет уже пятнадцать. Ты можешь вот этот... А там большие, бакины такие. На плечо поднять. Ну, вот взрослому. А он не несут, значит... Он взял. Взял. И кое-как дошел до трапа дальше. По трапу вверху красные круги поплыли. Кровью глаза заливаются. Если я сейчас опущу раньше времени, с работы меня выгонят. Это советское время. И вдруг он потерял сознание. Но кто-то подхватил. И видит, даже начальник стоит над ним. Да, пожалуй, подойдешь. Даже сознание потерял, а бакин не разбил. Толк у себя будет. И дальше как он зарабатывал каждую копейку? Он должен быть в счастье лучше. И какой бы отбор не был, я должен попасть в первую пятерку. А в пятерке я должен быть первый. Я вам советую, дети, задумайтесь. Вам надеяться, сынок, не на кого. Вы даже сами на себя теперь положите. А вы все еще так. Кто-то как-то подаст. Нет, не так. Нам было не на кого надеяться. Я могу показать. Нас 10 в семье было. Не четверо, а 10 живых. Было 12. Мне дали 3 рубля дома. 2.30 я сразу отдал на вокзале доехать до Барнаула. Остается 70 копеек. На них я должен теперь жить в Барнауле. Поступить в институт. Работать или учиться. Но учиться обязательно, отец сказал. Я не хотел. Я уже устроился там коней пасти. Мне это близко все. С коня меня снял отец и выпроводил. Я сижу тут всю жизнь. Ты должен быть инженером. А инженер, это вот казалось, что это невероятно. Ну, повыше космонавта, эти цепени на 10. Теперь-то я знаю там, это казалось только. К слову сказать, одни у нас поехали, а там раньше обслуживали. За стол сядут и ждут. Тут подходит. Что к нам тогда... Да, подожди, тут педагоги пообедают. Так, в педагоги. Когда в педагоги прием, когда нет, закажем парочку. Когда может, а нам парочку педагогов. Понятно? Это наше образование потеряевское. Я вам, ребята, советую. Занимайтесь. Вам придется руководить своим желудком. Вы епископы над своим желудком. А ему мать шепчет так. Сынок, тебе руководить не мэром города, тебе миром руководить. Миром. Ты еврей, сынок. Нам это верено. Сынок, ты Библию считай. Ветхий Завет. Там написано. И народы, цари принесут все дары. Они к нам пойдут. Банки в их руках. Юриспруденство все в их руках. Все в их руках. Вот сейчас Зеленский. Там Владимир Александрович президентом. Мне он понравился. Живой такой, подвижный где-то. И еврейский. Уже тут же его масонскую цепь цепь цепляют. Здесь написано происхождение его. Родился еврейской семьей. Евреи продвинули все. А он только как задморно там кривлялся, показывал, что и... Ну, как Евдокимов там. Все-таки хоть песни пел. Хрипел там. И вот его поставили. Сынок, тебе руководить миром. Представьте себе. Это и дед, и бабка ему говорят день и ночь. И поэтому летом он должен учить язык. И он учится. И знает экономику. Уже у нас же слово-то произнести не могут. И они будут руководить всем миром. Миром. А если бы два мира, и двумя будут руководить. Каждый член еврейского содружества, он учит ребенка своего так. И показывает. Восвенцам. Привезли. Все арестовано. В этом гетто в Варшаве. А ребенок вот такого роста. Он уже повесил себе столешницу. Идет конфетками, торгует. Уже оттуда, может, он не выйдет. А его выкрали как раз. Он остался жить. И он там, приговоренный к смерти. Один день осталось жить. Он все равно идет и торгует. У него цель. Великая цель. Это великая цель-то. Вы поставьте цель одну. Ребенок должен познать Христа. Жить для Христа. Быть со Христом в вечности. Если этого не будет, он не родится свыше. Он день и ночь будет вопиять, и конца не будет. Почему не родился? Зачем родился? Если родители не наказывают ребенка. А златоуст говорит. Душа с телом так связана, что когда наказывают. Не жалею, в розге написано. Заказывают тело. Душа-то не видно. Врачу истей душа. Когда тебе в последний раз родители за неуспеваемость драли? Я не призываю ни к чему. Я просто читаю Библию. Не возмущайся криком его, чтобы впоследствии утешаться. Ты не пела, дочка. Почему не пела? Разберись. Посмотри. Так и сегодня, в воскресенье, наказания не может быть. Я в родлагере ни одного не наказал в воскресенье. Ради праздника. Даже ликвидировать что-то надо мне убрать. Выгнать там голод закрытый. Я в воскресенье его кормлю и пою, а в понедельник выкину. Он чужой забрался. В воскресенье даже у птицы должно отложиться. Радость. Вот я голубям заложу и каждый день приветствую. Христос воскресеет. Они вот так головы смотрят. Научите детей, чтобы они приветствовали и скотину. Я знаю. Любят. Полюби свою душу. Наполни ее благодарностью. Как всем попутным вопросам. Какой вы пример даете детям? Кто из вас в эту неделю молился ежедневно, не считая субботу и воскресенье, семикратно в день, как у нас три святоя, сто поклонов? Это один раз. И своими словами. Кто молился семикратно? Один человек поднимает только. Один. Значит усильте за суды, когда Господь судит. Что-то не так у тебя было. А можно ли наверстать в это? Это можно. Иначе тебя выгонят. Вот царь рыбу он об этом описывает. Если меня выгонят, деваться больше некуда. Все уже застыло. Мать умерла. Отца нету давно. Я умер. А за мной еще у него трое или четверо лебедишек. Вот о ком ты должен думать. Будьте ответственны. Ты не еврей. Но духовное чадо Авраама из камней может созиджиться. И поставь эту задачу. И никогда, нигде, в мыслях не допускайте. А почему? Ты видишь, она где есть? Вытащи ее оттуда. Посади. Что у тебя нет чего-то. Ты просил, я столько лет просил, а мне Бог не дал. Чего он тебе не дал? А мне детей надо. Ты не знаешь, кто дети будут. Во-первых. Даша, это зависит от Бога. Ты благодари Бога за то, что сегодня нет. А вот тут не успеваешь, так опять. Как у Толстого написано. Да, Марья, ты тоже сдурел. Опять на строках. Беременная, значит. Пузатая. Ну, а как мы так? У нас свету нету, все с мужем в местях, да в местях. То есть, одна постель, и ребятишки как горох сыпятся. А сколько там радости? Рядом, говорят, богатые, и никакой радости нет. А что они хохочут там? И в окошко подсмотрели. А ребятишки сидят, ноги вот так раздвинули, и друг другу горошинку катают. У них больше ничего нету так. А родители смотрят мимо горошку, все скинулись за ней и хохочут. А радости-то нету. А радость бывает при детях, без детей, как бы ни было, радость во Христе. Ты что дал, за то благодарю. Ты дал. Восхищен Тобой, Господи. Как ты знаешь, что мне как раз по силам. Я вот сейчас смотрю обратно. Если бы назад повернуть. Тогда было горько, когда мы арестовали, меня арестовали. А у меня тут-то Толь Студия, там 15 магнитофонов, пленки на всю страну идут. За рубеж, Бразилию. А теперь батюшка говорит, хорошо, что брата арестовали, значит молиться не гибло бы. Это мне за это тогда дали. И все это в ребенке закладывать надо, и во взрослом. А ребенок, глядя на нас, как мы молимся. Ну, вы знаете, вот Кисляков этот, миссионер, спиридон. Я, говорит, был непослушный. Бегаю, забегу домой. А мать молится. Господи, я ничего не могу с ним сделать. Он только играть и играть. Ну, совсем глупо растет. И плачет. Я, говорит, рядом стану, маму прости, и тоже начинаю молиться. Самый великий миссионер получился с Востока. И далее, это единственный пока священник, который покаялся перед людьми, что он благоставлял, как Смирнов, на войну. И говорил, я убийца тысяч людей. Пиридон Кисляков, очень стильный у него, сейчас книги везде в интернете идут. Это в Бурятии он работал. Это ребенок. А в нем уже заложено было. И он все описал. Ни один бы не написал, наверное, как он. Какой-то монах сказал, знаешь, самое главное, это Иерусалим вместо молиться. Тогда ты в любом месте молиться. Не только здесь. Не надо эти крестные ходы, не надо, где-то там нашли мощи, молиться где-то и есть. И вот здесь он, а не сказал монах, в какую сторону-то идти-то. И он утром встал и пошел на восход солнца. Отец приехал, сына нет. А куда ушел туда? Он его на коне догнал, бичом порет, поразит. Да куда тебя черт понес? Вот этот черт понес, ему на всю жизнь запомнилось. Отец его зашиворот, и все. И он образумно встал потом, встал, взрослеет. А на ребенке уже было заложено поиск близости к Богу. Я вот это взял. Он мог бы не писать об этом акте, что отец его так сказал, так отпорол. А он благодарит Бога. Какая была ступенька, я сразу поднялся выше. И отойдет их только пока, потом остальное. Спасибо, Христос, Пиротехничный. Только слезы, только слезы. Больше ничего другого не предпринять, потому что... Вот о своих детях. Кажется, много вложил, но, видимо, недостаточно и мало. И, кроме того, видимо, подавал ненужные примеры, поэтому скорблю и плачу. Скорблю и плачу. Я просто могу только удивляться бесконечно, как можно к этому относиться равнодушно. Скорблю я тех детям, которые сейчас слушают и не вне будут. Имеют уши и не слышат. Скорблю. Скорблю вместе с родителями. Я вопрос такой хочу задать. Ну, вообще-то, размышления у меня такие вот. Посмотрел в интернете, там, на канале, на нашем, конечно, шахматов. Вот был здесь шахматов такой. Я сразу понял, что он неправильно действует в шахматах. Ну, как все, по такой же привычке. Так же, как и Золотухин сюда приходил. И один, может быть, Малашев только понимал. А остальные, вот все, кто здесь были, они все ищут, они все ищут какой-то необыкновенный разум, какой-то необыкновенную форму одного человека. Ну, сейчас вы поймете меня, о чем я говорю. Все приезжают сюда посмотреть на Игната Тихоныча. Ну, какой у него лоб, как у Ленина, там, большой, там, мозг такой же у него, как у этого, какого-нибудь ученого там знаменитого и так далее. А оратор какой он, а какой он то. И вот его со всех сторон крутят, крутят, крутят. Ну, и шахматов, конечно, как всегда. Какие-то свои выводы делает. Делает выводы только про одного Игната Тихоныча. Но внутри-то они понимают, что-то не то. И Золотухин такой же тоже был. Он тут стоял, смеялся, приседал, хохотал тут. А вопросы задавал такого общемирового масштаба. Вопросы о вере задавал. О том, как человеку спастись задавал. А все равно пришел-то к Игнату Тихонычу. И Кузнецов здесь стоял, ну, вот этот сам режиссер. И он тоже к нему пришел, к Игнату Тихонычу. Ну, Кузнецов, он, видать, разговаривал с Малашевым. И кое-что понимал уже. Что не только... А последствия того, что... Что Игнатий Тихоныч взял от всего православия, какое было, до него. Последствия. Какое главное последствие? Я вот задам вопрос каждому из вас. У нас община есть или нет? Община в том смысле, в котором говорит нам деяние святых апостолов. Она существует у нас или не существует эта община? Да, я вопрос задаю, пускай каждый про себя отвечает, а я сейчас дальше буду говорить. И вот этот шахматок, он тоже в таком же... У него внутреннее состояние. Он понимает, он говорит Игнатию Тихонычу, да, это такое глыба, такое человечище, все. И он приезжает, в конечном итоге, к отцу Владимиру Головину. Ну, опять. Уже после того, как побывал Игнатий Тихоныча, и этот отец Головин сидит, значит, там небольшой, 15 минут, все, ролик, сидит уже просто в костюме светского человека, уже санского сняли. И мне такое впечатление, я вот видел, когда он в сане был, и сейчас, и как он разговаривает. Ему, по-моему, полегчало даже, ему легче стало, этому отцу. Потому что вот этот сан, он на него как-то давил, чересчет. А здесь он и с ним разговаривает, и тот его опять про Игнатий Тихоныча спрашивает, а он отвечает, этот шахматок сидит, показывает там моменты, как он был здесь, там, как они валились с Игнатий Тихонычем, как он у него нога на ногу, чуть за уши не забросил уже свои ноги, сидит у него, интервью там берет. А этот, Головин говорит, я, говорит, к нему все равно поеду, говорит, я все равно к нему поеду, но не для того, чтобы на него посмотреть. Я, говорит, уже его знаю хорошо, говорит, я поговорил с ним, все, мне интересно, правда община там есть или нет у него. А этот шахматок, вот тут вот сидел, ложкой хлебал, и даже ни одного вопроса не задал про общину, вы что, не заметили, ни одного вопроса, только про Игнатий Тихоныча. А что у вас там внутри? А что, как, что? И он вокруг него ходит, а вокруг него рай, рай, рай. Я считаю, что вот братья, сестры, даже вот эти недоделанные дети в духовном плане, они все, что такое, страшно что ли? Ну так бойтесь, как бы сами недоделанные не были. И вот, и это все община, община. Община состоит из, из кого она состоит, община? Она же не только из членов Церкви Христовой состоит, но из недоделанных. Кто у нас недоделанные? Оглашенные. Вот дети у нас пока, они все в оглашенные входят, в оглашенные. Я ни одного из детей не могу назвать братом мой, ну, с полным основанием, потому что он ничего не знает, кому ничего не скажи, у него в голове ветер гуляет. У нас даже был умный, уже взрослый парень пришел, Борис. У него ребенок родился уже. И мы тут как раз разговаривали, сложный вопрос был. Как раз 17 столетия было Октябрьской революции, столетия этого переворота, который совершили большевики этих поганцы, палачи этого народа русского. И тут начали когда говорить, и он сидит, смотрит, такой, я смотрю, в глазах ничего не понимает. Я говорю, ты это, потом после, когда остались, я говорю, ты хоть понимаешь, в какой ты общине? На чем у нас закваска вся? Да, да, я понимаю, понимаю. Ровно через две недели он ушел из общины. Он понимал, оказывается, но в другом смысле понимал. Ему нужно было простенько так, легонько, ходить, не ходить, думать, не думать. Он должен возлюбить Господа всем сердцем своим, всем разумением своим, всей крепостью, всей душой своей должен возлюбить Господа. Вот как должно, крепко. Вот кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но это двоеточие впереди стоит. А впереди идет, если, если, если вы имеете общение друг с другом, ни один человек, и, заметили, Игнатий Иванович, никогда не говорит только о себе. Если он о себе говорит, а там его никто не понимает дальше, он говорит только в плане того, что Господь ему открыл, избрал его для того, чтобы он понял, о чем говорит Слово Божье. И Господь открыл. А как еще Господь может для других людей открыть, если священники закрыли это, очи свои? Господь не дал им, не дал прозрения. Ни епископам, ни патриархам, ни самым великим, святым. Игнатию причинил, он не дал прозрения. Чего он там ездил по этим монастырям? Надо было ездить в те деревни, где священники имели живое общение со своей паствой. Вот куда надо было ездить и смотреть. И смотреть на них и говорить, а вот какая община, вот единодушие, единомыслие. И все вокруг Слова Божьего. Некому было просто ехать. Не было Евангелия. Никак должно не преподали Евангелие. Мы здесь, в нашей общине, как открылась Игнатия Тихонычу, и причем открылась ему, интересно как, через пятидесятников, но по Слову Божьему, через пятидесятников, ну все это внести через баптистов, через сектантов, ну все это внести в православие. И он ни на йоту не отступил от этого, понимаете? Вот что. И этот Головин сидит и говорит, ну вот мне интересно все-таки, вот община как. И почему-то все, никто тут у нас не останавливается никогда, заметили? Людям вообще мы неинтересны. Им интересно деревня. А в деревне, знаете, там что было? От Игоря Барабаша повезли зерно, а там узкая такая дамба. И сзади прицеп кувырканулся в озеро. И там кое-какое зерно, ну много спасли зерно, но много не спасли. Но этот КАМАЗ там, где этот водитель поворотой был, он, короче, КАМАЗ не перевернулся, слава Богу. Эту потом ее поставили, там все вытащили. Ну интересно, да? Интересно посмотреть, как там перевернулось, что у нас тут, ну ничего не переворачивается. Ну неинтересно в этом городе вообще. Ну хоть бы кто-то шел, спотыкнулся, башкой бы где-то, и потом, о, у них там вот в общем кто-то спотыкнулся, башкой, голову разбил. А у нас что, приходим. Было нападение вот на Библию Степанову. Да, да, нападение, что-то никто не раздул. Зря, надо было сказать. Вот тут бы было, о, тут бы, сразу просмотров, два миллиона просмотров, тут бы все. Как там напали на нее? А изнасиловали, нет ничего интересного? Там бы комментариев было сразу 15 тысяч всяких. А у нас ничего нет, у нас что, занятия с детьми по Библии? Занятия с людьми по Библии? Чтение проповеди по Библии, Златоуст. Это того, по Библии. Проповедь по Библии. Да что вы этой Библии нам все тычите? Нам не нужна 100 лет. И никто не понял, что вся община по деяниям святых апостолов должна быть по деяниям. Это Библия и есть. И как эту общину сделать еще интересно? И вот единственный, кто заинтересовался, я увидел, это вот отец Головин. И он разговаривает с этим шахматом. И я редко, когда могу сказать по глазам или по интонации, по всему поведению, вот этот человек, он очень близко стоит прям к нам. Он прям готовый член нашей общины. Он даже мог быть у нас вполне священником здесь. Вот по всем, как он ему отвечает. Они с ним разговаривают на разных языках. Даже не так, как Игнатихнов с шахматом. Потому что, когда Шахматов разговаривал с Игнатихновичем, он ему отвечал на те вопросы, какие он хотел услышать. Но при этом Игнатихнович постоянно хотел показать ему веру. А что такое вера? Ну, рассказать о вере. Ну, как бы это были занятия для шахматова. А конкретные, индивидуальные. Для одного этого блогера, очень живо интересующегося религией, который ни на порошинку не подошел к вере. А наоборот, еще только больше отдалился, наверное. Василий Христос, брат, ты увидел, а мы посмотрим этот ролик. Да, посмотрите, очень интересно. Я сейчас поясню. Дело в том, что они сидят за столом, и не видно там третий человек, ну, как раз этот шахматов. Поступил такой вопрос. Он не просто так обо мне, а кто-то из интернета задал вопрос обо мне. Вот дальше все это началось. Притом он собирается приехать на крещение, а я уже тайно сделал заброс туда материал и сказал, если поэт вы заранее поговорите о его. Если он моченый, отца Владимира крестить сразу здесь, и тогда он все встанет на место. Все Господь выправит. У нас было священники, монахи приезжали, крестили, возвращались, и теперь работают, все у них идет нормально. Я в интернете говорил, Богу патриарх приехать моченый, покрестили бы его. Епископов всех. Тогда бы Русик повещал новое рождение, рождение свыше. Не надо, как бы, батюшка там отсюда подавали, а Глушков вытаскивал бы из воды и все. Так вот и с чем связано. Теперь от прицепа, вот сказал он, вот на прицепе шло, дело в том, что там прорва была, шириной около 8 метров, и мы засыпали, утрамбовали, и воды там было, ну самое больше рыбачили, вот так вот примерно, воды. Когда мы это сделали, сегодня поднялось, это примерно, как вот до потолка воды, даже чуть повыше. Это большое озеро стало. Больше трех метров. И теперь, а то, как он насыпал, а трамбует только, где ездит, а дальше он не может трамбовать, чтобы не съехать туда. И оно, то, которое водой подмывается, новое, и оно, вот так вот, щель сделалось. А прицеп у него, прицеп на колесо одно, не сдвоенное. Если бы сдвоенное колесо, бы этого не было. И оно вот мотается за ним, вот так вот, они не ровно. Сам-то прошел КамАЗ, а за ним-то еще до 20 тонн. И колесо это, единственное, которое в щель в эту, и дальше сразу начало заваливаться. Он дальше-то, видимо, остановился. Что делать? А они вывозят зерно, перебрасывает, он вот так вот стоит, примерно вот так вот. 30, больше 30 градусов. Да, может быть так. И до конца не выбрали. Тонны две оставили. Ну что, ну явно видно, что мы вытащим. Никогда не надо думать. Надо полностью освободить было. Вот это, когда будет дальше вытаскивать, чуть-чуть наклонился, и все эти две тонны, они хлынули в этот борт, и ударили его, и опротинули. Но, бортом он где-то там, все-таки засыпился. Не кверх ногами. И что интересно, ну, тысяча человек, если у нас смотрят ролик, вот собрание сегодняшнее, за два дня тысячу человек, это редко. Тут 13 600, посмотрел. на беду. Это всем интересно, тем более, первоначально, как говорится, было. Кого, ограбили еще? А золотого 167. Ну как интересно. Тут интересно еще, Володя пасет коров, ему надо снимать, и он бежит, из-за река-то взял, и теперь, и бежит, и как бежит, и через дыхание, и не сразу добежишь, там это все уберется. И бежит, и все, тень, и бежит, добежал, добежал, снимает. И другой раз, коровы идут, вышел, коровы пошли, берем, не надо туда, разберут коров, надо тут снимать. Если бы он не снимал, ничего бы не было. Это настоящий режиссер. Видела? А посмотрите, третий, наконец, ролик появился, утром, все, я думаю, в итоге он начнет снимать, как Спилборг. Да, и как вытащили, пригнали трактор, другой, гусеничный, и вдвоем они как поднялись, и Игорь там, барабаш. Вот об этом, хотел немножко сказать. Так, если отец Владимир, когда он приедет, а уже все, они, видимо, и билеты взяли, он приедет примерно 5 числа, июля, а седьмого крещения. У нас нынче крещение, седьмого июля, у нас седьмого, или в первое воскресенье, после седьмого. Нынче попадает как раз, если человек, 3-4, берут и людей, которые действительно, нам везде нужна помощь, информация, и чтобы кто-то был. Вот сейчас приезжают на день деревни, а у нас два места, гостиницы, где можно принять. Володя говорит, кто поедет, кто поможет там, ну прибрать. Он даже еще виноград не вытащил. Так, все еще поедешь. Каждый день занятый, и вот днями в целом на целом я его пости заряжаю. Дальше. Теперь смотрите. Очень часто. Так, я вот увидал, Василий Николаевич сидит и сразу. Сколько дней тебя не было здесь? Недели три, наверное, да? Месяца два. Ты порядок знаешь какой? Ты должен написать объяснительную, подробную. Просто так у нас это нельзя делать. скидывать на то, что ты невменяемый, никак. Ты очень умный человек, ты все знаешь, и порядок один. Для всех. Я говорю, вот эта статья, что если у нас было, потом ушел, и нигде не ходил. И мы его теряем. Теряем навсегда. Тут не просто с краевой администрации был человек, одновременно ходили. и с района где мы находимся. Оба с бородами ходили на занятия, ходили, потом раз, нет, на даче были, работали, да я не знаю, что это. Один, одно замечание, второе, мы сказали, больше, больше не приходите. Вы не были здесь, а я был мусульман. Все, в порядке. Я был баптист, был буддист. Нет, главное, что душа была занята, ты искал. Ну, поставили это правило, и через это правило мы многих людей потеряли. А сегодня это правило в вени, которое написано туда телеку. Смотри, внимательно, там написано такой-то собор ганский, два-три воскресных дня человек пропустил, отпущается от церкви. Это не наше правило, это правило соборное, которое тысячи лет стоят. Сегодня в церкви если это прожить, то никого не будет. И попа выгнать надо будет. Вместе с патриатком. Ну, кто это знает, я не знаю, я знаю только, здесь, которые не были. Ну, говорят, а у него занятость, я пошел на дом. Пришел. Он не был прошлого воскресенья, я пришел. Милиционер у нас был здесь, жена у него обратилась, и он стал ходить. Лежит, а что ты лежишь, и их засмотрит. Какая причина? Ты говорил, что ты занят, арина Ге ребенок с матерью. Один в доме лежишь, почему он не был у нас? Другое, Женя, подстрешный, кто-то захватил его еще были где-то. Пошел я, оказывается, сидят в шахматы, играют с другим. Все, обоих нету. Церковь, это любящая мать. Если они вот эту канону дали нам, она мне, канону надо, главное любовь. Так любовь-то в этом проявляется. Любовь. И тогда ссылается в 15 глава, этот как раз, который берет отца Владимира, это интервью-то, и говорит, вот ты теперь дочитал, теперь он прикрылся, ему открывается все. Первый Собор сказал, что не ешьте удавленные, крови, не блудить и чего себе не желаете. Все, откуда вы берете эти каноны? Там так написано. Ну, другое требование апостола, на Первом апостольском соборе выдвигали, не выдвигали. Ну, так ничего не надо, чего вы берете? Я говорю, не брал ничего. А это что? Это то, что необходимо было, чтобы их приняли. Приняли. А дальше идет жизнь. И вот на сегодняшний день, когда его принимали, чтобы быть ему в церкви или не в церкви, ему это необходимо было знать. Ну, давай, по порядку. Больше ничего не надо. Не надо. Распишись, что ничего не надо. А теперь мы считаем, человек вошел в церковь и написано, была Нагорная проповедь, Христос говорит, блаженны нищие духом, блаженны плащащие. Здесь ни слова нет, 15 глава. Надо или не надо? А не надо? Написано, кто малейшую нарушит, хотя бы одну западь, а там 9 блаженств. Тот малейшим, то есть негодным, в огонь будет брошен. Я придумываю что-то или что? Толкования другого нету. Малейшие это западе, юнейшие называется. То есть недавно ты, как Господь их дал. А там ничего не в 15 главе. Да там нету еще и того, и другого нету. Указание, что нельзя жениться на матери, нельзя жениться на родной сестре. Это все в Ветхом Завете. Одном Завете не повторено. И так понятно. Что касается плоти, плотка и бороды. Вот у женщин это платок. Если вы видите где-то в платке женщина, не просто там шапочку накинула, а в платке это что-то. Что не знаю, подойти нужно узнать. Или она где-то, или что-то. Просто так платки не надевают сегодня. А у мужчины борода. С чем связано? Бороду нельзя, платок мужу. Единственное, где на заседаниях сидят в платках, это у Рамзана Ахматовича Кадырова. Сидят женщины, которые избраны там по образованию где-то. Все должны. Игнатин Ильич, борода не стриженная. Да, не стриженная. А, ну вот говорите, а то все поймут. Все с бородами. Я вот стоял около института, и идут все парни с бородами. Один остановился, я его спросил. Я говорю, у тебя такая борода, говорю, такая нормальная, все. Ты верующий? Такой, нет. Я говорю, а что с бородой тогда? Я говорю, вот верующий, да не знаю, я говорю, мода такая. Да, да, это мода такая. Это мода. Так что, очень много, прям бороды, только стриженной. Как вы думаете, нынче я пристану к Карабиниевскому ходу, с иконой, они все районы отходят по Алтайскому краю, по окрестностям. Могу я там быть, нет? Конечно. Все могут. А? Никогда. Ни под каким видом. А зачем? Господь ответил самарянки. Мы школу прошли сегодня ни там, ни здесь. Нет, я думал, вы пойдете и будете там проповедовать. Нет, ты там не будешь проповедовать. Там нет, там будете петь. С шелкушкой сразу дадут. сразу вышибут. Вообще. Там идет машина, машина, скорая и прочее. Это все обман. Это то же, что у гусульман хадж. В Меху или в Медину. У них там кабель висит, никуда не колеблются. В воздухе висит, камень, большой камень. И ходят. Это то же, что православие. Он уже не висит. Ну, я говорю, к примеру. Это было когда-то, а теперь он в серебряную стену вмонтирован. Ну, кто знает, висит или не висит. Нет, не висит. Сто раз доказано, что ничего нет. Он зажигает отблотиранной зажигалки. Благодатный огонь само загорается, но никого туда не пускают. Так вот, сказочные. Крестные ходы, и вот где находят особо намоленное место, разговор с Самарянкой опровергает это. Есть люди, которые говорят, вот один, там у Чехова написано, в больнице лежит и говорит, а про меня в газете напечатали где? А вот видите, там на базаре телега наехала. Там не написано кто, но это я. А тогда меня телега наехала, ногу сломали, он лежит. Вот так это. Может быть, муж, что ты хвалился потом, ты у нее хоть пять имел, а этот шестой, это ты не муж. Там скрыто, не муж. Это я был как раз не муж. То есть он ее любил, Самарянку эту. Вот таких много находится. А другому прямо ухо отрубили и Малх звать. Мне звонят, батюшка один, ну зачем он нужен Малх? Зачем мне имя его, когда он нигде не повторяется, не нужен? Не знаю, но зато он говорит, не пропускаю ни одного слова. Может быть, нужно было доказательство для военных. К нему подходили, тамошние люди, и так далее, и щупали за это ухо Малх. Так он отрублен был, там эти красные полосы. Вот у меня рыбак рубанул, и утек, а потом отрекся, и я, и я. Их отнимает. Вот, значит, когда на этой неделе, в ту субботу, я уезжаю, ну, необходимого, деревня, день деревни, я бы не поехал. А восьмого окончательно он, брат Андрей, нас повезет. Мне нужно, я уезжаю, когда здесь, сегодня прям буквально передать, где голубям корм, и где вода. И чтоб всегда тазики были, два доверху набитые. Кто будет помогать мне голубей сохранить? Так, один, два, посмотришь? Ну, Игорь Владимирович, я не смогу так, как Мишу заместить, чтобы сработать. Смотреть на контроль, узнать, но вдруг, позвонить кому-то, где-то напомнить. Мы сейчас говорим, два дня не поем, не кормит собака. Голуби там ничего нет. Корм там лежит наверху, и когда они там доедают и остаются что-то в отдельном мешоке, опять новые сцепнут сколько. Вы же знаете как. Это же голуби. Это не то, что кошки и слоны. Ну, вот так. Мы поедем. Поедем. А вы тут смотрите, чтобы в субботу тут кто-то остался ночевать. Притом, наружу наблюдения, это только тогда, когда оно под присмотром. Они просто так включили, горят светильники, а я пошел на другой конец города. Никак. Вы тоже это обдумайте. И дежурство, он, вовер, знает как. прийти, ночевать, ключи оставляемые, но по-другому никак. Все. Прости Христос. Брат. Можно еще? Хотел поделиться, да, хотел поделиться опытом, вот, как раз сегодняшнее место Писания, четвертую главу, Евангелия от Анны. Я, ну, Господь мне так, на сердце положил, взять за основу проповеди у пятидесятников в Красноярске. Когда я поехал в Красноярске, и Датинач попросил меня, так, у пятидесятников, найти одну женщину, когда в молодости они были знакомы, она ему нравилась очень, и он ходил там к ним пятидесятникам, все, и чтобы я передал вот книги, в частности, вот, ну, несколько книг, и, конечно, Новый Завет. И я туда к ним пошел, ну, подготовился, конечно, так, думаю, ну, что-то спросите меня, о чем говорить. И за основу я поставил место Писания, именно стих о том, что вы не знаете, кому молитесь, а мы знаем, кому молимся. И хочу сказать, когда я начал говорить по слову Божьему, моментально они все, их там, ну, я не знаю, человек, наверное, 150 было, зал такой большой, блин, вот такие, наверное, штуки три зала, вот так, сразу меня поставили. У них, у них это, ну, не как у нас, вот, что мы тут сидим, а у них кто-то выходит и говорит перед всеми, вот так. Ну, можно там с места молитвы там сказать, и все. И ко мне подошел Илья, это у них старший присвиток там, и он, я говорю, можно? А он говорит, вы слово скажете? Хорошо, что Игнатимович нас подготовил к этому, я говорю, конечно, скажу. А сколько времени? А это как Дух Святой даст вам. Я говорю, понятно. Ну, и в общем, я где-то нас полчаса мне Дух Святой дал говорить. И я думаю, а как же сейчас с ними так говорить-то, чтобы, и вот, и то, что я говорил по Слову Божьему, ну, я рассказывал о нашей общине, как мы трудимся, конечно, все об этом тоже. И в частности, надо же мне было сектантам говорить что-то, и я сказал, что вы не знаете, кому клоняемся, а мы знаем, кому клоняемся, потому что у иудеев спасение. Я говорю, вот мы это иудеи, а выберу это, как самаряне, говорю. То есть, вы до конца не знаете все. и рассказал о наших благословениях, которые Господь дарует. Это, ну, то, что призывающая благодать, потом обращающая и освещающая. И я вот про это как раз тоже разговаривал. Поэтому надо внимательно все слушать, что о чем здесь говорится, и применять, особенно по Слову Божьему. И они все сидели с Библиями и смотрели Библии. Это необыкновенно. У нас даже такого нету. Хотя у нас, как бы, я бы не сказал, что они любят Слово Божие, но нету. У них прям с Евангелиями сидят все. Так, оставить листья от липы мы нагорали в прошлом году. Кому надо, заберите, мне мешок отводить надо. Мама Валентина моя продолжает лечиться. Сюда, мешок верните в руки. Нет, ей не лучше, но она пьет лекарства и ей наоборот какие-то дали сильно действующие обезболивающие. Пределите, это через 2,5 лива не отдадите. Потому что у нее болит все там позвоночник. Так, позвоночник я скажу. Так, внимательно посмотрите на меня. Это что? Это книги, которые останутся жить. Это сегодня мы должны отправить в Америку. Кроме того, где-то 7 Кристина Православия. Книга, на которую 45 потратила. Отправляемо. То есть, одну взяли, а 6 подарок. Они рассчитались по полной программе. Теперь номер в кармане лежит, я сейчас пойду получу в рублях или в долларах. И сразу деньги эти идут на кого-то. У меня ни одного цента, ни одной копейки за книги за всю жизнь не получил. Прямо от кассы забирают люди и отходят. Значит, помолитесь, все время молитесь, чтобы в интернете нас Господь сохранил и книги здесь и в пути. А это немало, 35 килограмм. 35 через океан полетят. Перед этим только отправляли в Канаду и в Ирландию. И дошло ровно месяц. Дошло до границы и там ставило. В Данию выписали, не оплатили. Не оплатили, я сказал далеко, мало ли еще потеряется, это мой пусть будет урон, не ваш. А там полиция докажите, что вы от автора берете. Их от книги не требовались. Пришлось здесь мне доставать документы, приезжайте, мне отослали. А не в том и требование. А на сколько действует там эта справка. Ну, книга-то один, то есть глупости. И кончилось с тем, что вернули книги. А когда вернули, здесь мне их не отдают. Заплатите за них как за посылку. А за посылку, которую получали, все они платить. Минимум около, может быть, 9 тысяч. Я-то при чем здесь? Вернули, ну а вернули кому жалуются? На Данию? В Данию. А те говорят, давайте мы оплатим. Я говорю, нет. Которые они получили. Они ходили, видят посылки, а они отдали. Вот такая бывает история. Дания, самая блудливая страна в той стороне. Самая блудливая. А сейчас пишут, родители, при родителях населают девочку, которая три вода в гостях, чтобы гостей угостить, как следует. В Дании. Вот когда там в Таиланде наводнение-то смыло, патриарх сказал тогда, Алексей Мунтарой, за самое блудливое, Бог и дал. Когда они там ездят туда блудить, а там все, свой массаж, 270 тысяч. Ищи смыло водой. Но это не дали. Не дали. Я не могу его купить. Денег нет. Я пошел туда, пишу заявление. Книги я отдаю вам в почтам. Примеры спечатать и я раздам. Нельзя, нам это не помнить. Ну куда я возьму? Я не возьму. У меня нет денег. Они проезжали, а за каждый день там место занято. Проходит месяц, второй, и Господи, а я только молюсь. Приходят и говорят, так, тут решение, приняли. Заберите так даже. Ну я тогда и мне только сказали, чтобы никому здесь нет. Ну все, место я галал в почтам. А я им выразил благодарность. Мы отсылали везде. Австралия, там такие страны далекие, Франция, Испания. Испания полный комплект взяли тоже, где Виталий Калейников был. Я сняли у них там ролик в почтамке. Ни разу не было, чтобы не дошло до места. Вот в почтам, запомните, в настоящее время вот это. Всегда все доходит до места. Такие ласковые, внимательные. Ни разу не сказали, что вы нас снимаете. Снимать как будто нет. Я там все, что у них есть сцены, хожу, улыбается, как будто. Это Володя там ходил, вон носил, и он все так расположил. Расположил сердца их. Это сегодня мы должны отправить. Это прошу Сергея Павловича помочь. А сейчас нужно будет переложить на тот стол? Можно будет? Можно. Только мы когда просьба, когда лежат книги здесь, никуда не девайте. Мы заново даже сегодня перепроверим. Это оттуда взятые, положено все. Вот сюда переложим, мы на этот стол кушать будем сейчас. Ну, сейчас подождите. Мы должны подумать. Туда нельзя, там другие книги находятся. Ну, эти книги убрать. Ничего, мы туда уберем их, а эти аккуратненько сюда поставим. Тогда положить, с теми не путать, а между ними, эти, положите, материю положи, между красными. И тогда туда перенесете, вот эти книги. Красные подвигай туда дальше. Лежат такими же. Брат, сядь, сядь. Красные подальше отобьешь, чтобы вот... Игнатьевич, завершаем. Болящие-то, болящие. Так, давайте о болящихе поговорим. Вообще никто ничего не вспомнит. Татьяна Кузминична, где? Татьяна дома, выписано. Татьяна Кузминична. Лежуба Петровна, где? Лежуба Петровна, где больницы? Дома, 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 давно дома. Нина Александровна, кому звонила? Я разговариваю. Немену назад. Нормально у меня сходили? Ну, нормально, а? Коля сама мне позвонила, говорит, мне позвонила, Соклакола сама себя не помнит. Дальше еще что? Что еще? Она такая и есть. Что дальше? Она жива. Я могу точно сказать. С Мариной она контактирует. Задает ей, как всегда, вопросы. Как ей выйти замуж? Что еще? Самый главный вопрос у нее. Приходит Марина опять. Ну почему меня никто замуж не берет? Потому что дура, напиши и говорю, все. Все, давайте, поедем. Сережа, скажи, что не берет. Да, да. Говори. Присядьте, пожалуйста, я серьезно. У меня умный. Я хочу попросить помолиться. О сыне моем. Уже было, ну, знаете, у него беда. Давай подробнее. Шизофрения. Это беснование у него было. И было чудо исцеления, когда я простился и молился. Брат, немножко вот это... В общем, что такое с ним? Как, что он делает? Материца или что? Кричит или что? Мне говорят, приступ от меня еще скрывают. Девна что ли? Может быть, не знаю. Приступ мне не говорят и к нему сейчас не пускают в больницу. Никого, кроме матери. Это тоже ничего не говорит. Приступ, приступ. Началось у него все с того, что он сначала меня поблагодарил. Он, во-первых, взялся за тело свое. Он килограмм 20 сбросил. Я так порадовался за него. Он меня благодарит, что ты как-то мне сказал, что это храм. То есть тело, нужно его считать в чистоте. Но нужно еще и мысли тоже. Вот так вот мне написал. Я думаю, слава тебе, Господи. А потом мне пишет, папа, такого-то числа будет матч, футбол. Так-то вот сыграется. На такой минуте забьют голы. Все. Это благая весть от Христа. Я ему пишу. Говорю, сынок, для чего ты это мне написал? Ну, чтобы ставки делать-то. Я говорю, это говорю, ангел сатаны явился. Это в виде ангела света. Говорю, надо руками зарабатывать. Корень-то все. Я тебя услышал. Ну, видимо, он так вот написал, что он обиделся. Что это вот. Мать потом сказала, что он всем-всем-всем разослал все вот эту вот благую весть, чтобы все деньги проиграли, туда поставили. В общем, и вот сейчас он в сиатетической больнице лежит. Ну, вот как бы все понятно. Имя его Константин, да. Ну, коси-то. Но основной, говорит, крис сняли. Вот он с 95-го года рождения. 24-го года. Запомни, отец. 24-го года. Понятно. Спаси, Христос. Сережа, а ты сильно-то тоже не переживай. Тебе же там не дают... Деснопение, трапеза и занятия. Молимся. Ангел, вопияши, благодатный, чистая Дева, радуйся, Ипаки, реку, радуйся, Твой Сын, воскресе, Три дневи над гробом. И мертвые воздвигнувые люди, веселитесь. Светися, святися, святися, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня, на Тебе, Восия. Ликуй ныне и веселись в Сионе, Ты же чистая, красуйся, Богородица, А в восстании Рождества Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распорий, от беззакония, которое в та не останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услыши нашу молитву и прими воздяние рук, как жертву вечернюю, благовухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка неба и земли. Соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. О всемогущий наш Отец Небесный, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Господь, ради голговской страданий и жертвы Твоей, которую мы приняли, поверили в это, просим. Услышь нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них, спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. 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 Видите, когда случится где-то несчастье, президент встает, Путин, и говорит, почти минуты молчания погибших. И все стоят и молчат. О чем думает, не молитвует. У нас определенно, мы ждем откровения Божие, положи на сердце, так что удивляться не надо, что мы молчим. Это минуты, сколько тут минут. Говори, Господи, чтобы я расслышал, что ты хочешь мне сказать. А то, что они молчат, это они не скрывают, прямо открыто. Лесика тогда, когда сбили, и прямо там сидит министр Шойгу Сергей, при всех министры сидят. Опять же, встал президент и думает, то есть можешь умолиться про себя, никто не знает о чем-то. Минуты молчали, минуты. У нас было, когда прощались, из дома уезжали, всегда три поклона. И я кланяюсь. Простите меня, Христа ради. Второй поклон. Помолитесь обо мне грешнем. Благословите. Первое, значит, простите. А потом они мне кланяются. И всегда мы из дома, когда уезжали, так и было. Помолись. Придцитая Госпожа Богородица, да помолится она. Ответ какой должен быть. А теперь благословите. Бог да благословит тебя, в чадо мое. Мы по-другому не уезжали из дома никогда. И все остались целы. А как ездили-то? В Барнамуле еще есть, а стирать домой еду. Бережка. А билетов нету на крыше. Мороз, холод. И один раз сорвался, только за крюк уцепился. На крыше денег нету. Ну, я думаю, государство не сильно обменяло, что я на крыше сидел. Слава Христу, аллилуйя. Еще о маме моей, помолитесь о Валентине. Она чуть не сгорела. Что такое? Оставила яйца в Валентине, пошла в фрам. И хорошо сосед приехал к даче за вещами. Она сейчас в таком как бы состоянии. Никогда не забывай брать вот это шно. Живой мне это.